Говорит, Наташа, вы обедали? Я говорю, нет, он говорит, поедемте пообедаем. Там меня внизу машина с шофером ждет. Ну вот, наверное, мне не надо было ехать. А я сказала, поедемте. Поехали мы с ним в речной вокзал, в ресторан. Сидели там, даже не помню, о чем говорили. Вышли, яркое солнце такое светит. И друг, он мне говорит, Наташа, я люблю тебя. Я говорю, ну, а я с ним на вы даже говорила, я говорю, ну, вы же меня совершенно не знаете. Я говорю, ну, как же так вообще? Потом я говорю, это невозможно, я говорю, я не могу же с вами встречаться. Я же все-таки с Наташей-то общаюсь как-то, я говорю, я не могу. Он говорит, нет, мне не надо с вами встречаться, вы мне нужны навсегда, на всю жизнь. И все. Я, ну, как-то я ему отказывала, говорила, что, Борис, давайте подождем. И он поселился у нас на лестнице. Жил у нас на лестнице. И звонил по несколько раз в ночь в квартиру. Потом я уехала сниматься, я снималась весенние сказки в Минске. Вот, он туда прилетел. Потом у меня были концерты с Вицынами. Мы уехали с ним во Львов. Он каждый день после работы прилетал туда, утром рано летал на работу. Борис тут, он, нет, он уже как в космос пошел в наступление. Борис тут, я думаю. Утром рано нам gerek. В leftovers. Продолжение следует...